Здравствуйте! В эфире новости. В студии работает Айсулу Махмутова. Кастак сообщает, президент Казахстана Нурсултан Азарбаев встретился с представителями деловых кругов Японии. Итоги нынешнего визита, я уверен, сыграют решающую роль в выводе стратегического партнерства наших стран на качественно новый уровень. Потенциал наших отношений реализован не в полной мере. Поэтому сегодняшняя встреча направлена на активизацию торгово-экономического взаимодействия, цитирует Нурсултан Азарбаева, пресс-служба главы государства. Президент подчеркнул, что в республике предпринимаются системные меры для улучшения условий ведения бизнеса и привлечения инвестиций. Он также выразил уверенность в том, что казахстанские масштабные экономические инициативы заинтересуют бизнес Японии. Интерфакс Казахстан сообщает, ущерб пострадавших от урагана на населенных пунктах Жамбылской области Казахстана оценивается в 470 миллионов тенге, сообщил глава региона Карим Кукрикбаев. Напомним, в Жамбылской области 3 ноября ураганный ветер повалил деревья, повредил кровли здания, травмы получили несколько человек. По данным комитета по чрезвычайным ситуациям МВД, порывы северо-западного ветра превышали 30 метров в секунду. Кроме этого, произошло падение линии электропередачи, в результате чего больше 20 населенных пунктов остались без электроснабжения. Восстановительные работы в регионе продолжаются. Интерфак сообщает, полиция Алматы идентифицировала личности всех погибших в результате пожара в здании кинотеатра бизнес-центра Алматы Тауэрс. Это молодые люди 22, 21 и 20 лет, студенты вузов. Как сообщалось накануне, на месте пожарища в здании кинотеатра бизнес-центра Алматы Тауэрс обнаружены обгоревшие тела пятерых человек. Досудебное расследование по факту продолжается. Кастак сообщает, премьер-министр Республики Казахстан Бахчан Сагентаев поручил возобновить подготовку педиатров со следующего учебного года. Здесь поднимался вопрос по детским врачам. Мы все понимаем, насколько у нас велика цена врачебной ошибки, особенно если это касается детских врачей. Поэтому я полностью за то, чтобы восстановить педиатрические факультеты во всех учебных медицинских заведениях и начать уже с 1 сентября следующего года подготовку студентов, сказал Сагентаев на сегодняшнем заседании правительства. В этих вопросах нельзя экспериментировать, подчеркнул премьер. Еще одно сообщение от агентства Интерфакс Казахстан. В Казахстане подняты по тревоге и приведены высшую степень боеготовности воинские части десантно-штурмовых войск и сил воздушной обороны. В учении задействованы порядка 5000 сил личного состава военнослужащих, около 500 единиц вооружения и военной техники. Более 20 единиц самолетов и вертолетов указываются в информации. Основными целями учения являются проверка состояния боевой готовности и способности органов управления и войск к выполнению задач по подготовке и ведению специальной войсковой операции. Учения продлятся до 11 ноября. Кастак сообщает заседание апелляционной комиссии по делу главы Союза журналистов РК Сит Казы Матаева и генерального директора Кастака. Сета Матаева назначена на 5 декабря, сообщили адвокаты. С учетом того, на какую дату назначена, можно предположить, что ни одно наше ходатайство не будет рассматриваться, потому что апелляционная инстанция должна рассмотреть дело в течение одного месяца с момента поступления. Дело в Гурсуд поступило 3 ноября. Постановление суде о назначении даты апелляции от 7 ноября, сказала сегодня адвокат Мадина Бакиева. Как сообщалось, 3 октября суд Астаны признал главу Союза журналистов Казахстана Сит Казы Матаева виновным в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов и приговорил к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества. О том, что интересного произошло сегодня в городе, вы узнаете сразу после рекламы. И продолжим. В октябре по-прежнему ощущается дефицит сжиженного газа. Похоже, что проблему с поставками не удается решить даже несмотря на заключенные 1 ноября меморандум между Акиматом области и поставщиками. Ажиотаж вокруг газового топлива продолжается в октябре уже вторую неделю. Сегодня утром большинство ГЗС не отпускали сжиженный газ в связи с его отсутствием. По словам водителей, в настоящее время заправиться этим видом недорогого пока топлива вновь стало проблематично. Талон нету, по талону местами есть, а многих мест нету. Как давно уже нет газа? Я искал неделю назад уже. Вот сегодня попался, газ есть. Я приехал сюда, здесь вижу, можно заправиться. А так в целом по городу дефицит уже несколько дней. Газа нет. Кое-где по талонам заправляются всем единицей по 45 тенге за литр наличными. У меня пока не было проблем. Ну, многие ребята говорят, что есть проблема. Нехватка газа. Кто-то говорит, цену хотят поднять. А сейчас сколько стоит? Ну, сейчас пока по 45. Ну, это нормально пока. Бывает часто по талонам, талонов не найдешь. Ну, не знаю, мне кажется, неправильная цена подорожала сильно в два раза. Теперь опять какие-то проблемы. Уже установили бы одну цену, чтобы уже хоть проблем бы не было. А так... Плюс дефицит газа? Ну, конечно, дефицит. Ну, вот видите, сколько машин. Вчера, например, тоже где-то минут 40 стоял. На всех заправках газ есть, но по талонам? Нет, нет, нет. Не на всех. Некоторые вообще закрыты. Заправок много, а работает фактически, я не знаю, по городу, может, только 5-6. А остальные вот... Огромных очередей, как этим летом, на станциях, правда, нет. За дефицитным товаром неуверенно выстраиваются несколько машин. Заправляются. Где смогут это сделать завтра, водители не знают. Ситуация усложнилась еще в начале месяца. Напомним, 2 ноября в областном управлении энергетики ЖКХ объяснили нехватку востребованного товара снижением поставок. Однако пообещали наладить снабжение в ближайшие дни. На деле ситуация кардинально не изменилась. Пришлось вновь обращаться за официальным комментарием. По городу активнее действует 42 автографы. На следующий день 22 заказа, свободные разрезы. Полностью обеспечения области будет примерно после 11 часа. Это связано с согласным графиком. В Минэнергетике область запросила на ноябрь 6200 тонн. Однако одобрено было меньше. В связи с ремонтом Павлодарского ГПЗ всего 5500. Причем 1300 тонн от общего объема должны были поступить из Атырау. Где оптовая цена составляет порядка 53 тысяч тенге за тонну. С учетом затрат на перевозку в розницу, такой газ реализаторы вынуждены были бы продавать по цене гораздо выше местной. Более рационально посчитали в Акимате использовать пока газ актюбинских предприятий. Остается надеяться, что этих поставок будет достаточно, чтобы удовлетворить потребности всех актюбинцев. Ирина Гудь, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Жители сразу нескольких микрорайонов в городе сегодня на время остались без холодного водоснабжения. Ограничение подачи холодной воды коснулось жителей Жилгородка, улиц Исидбатыра, Букинбайбатыра, проспекта Абылхайрхана. Это было связано с тем, что вышла из строя задвижка водопровода на перекрестке улиц Месоедова-Морозова. Как рассказали в ООО «Акбулак», неполадки были устранены сразу же. Ограничение подачи воды было на 30 минут. В связи с необходимостью срочного принятия мер по восстановлению задвижки диаметром на водоводе диаметром 600 мм в улице Месоедова-Морозова. Ограничение подачи воды было на период 30 минут. Более 152 миллионов долларов вложат в нашу экономику в следующем году отечественные и зарубежные инвесторы. Об инвестиционном климате региона сегодня рассказал замруководитель управления индустриально-инновационного развития Дархан Ермагамбетов. Брифинг с его участием прошел в инфоцентре областного Акимата. По словам замруководителя управления индустриально-инновационного развития Дархана Ермагамбетова, за последние пять лет инвестиции в основной капитал Актюбинской области составили 12,6 миллиарда долларов. Из них 36% или 4,7 миллиарда приходится на долю иностранных партнеров. Основными инвесторами региона остаются Китай, Россия, Южная Корея и Турция. Также в рамках дорожной карты поддержки предпринимательства в регионе реализуются 94 проекта на сумму 812 миллиардов тенге, с созданием более 13 тысяч рабочих мест. В целом по итогам пяти лет Актюбинская область занимает второе место в республике по привлечению иностранных инвестиций. В регионе сегодня более успешно работают и развиваются около 700 предприятий. С участием иностранного капитала, такие как нефтегазовая корпорация CNPC, евразийская группа, русская медная компания, инвесторы из Южной Кореи, Турции и другие. Несмотря на инвестиционную привлекательность нашей области, экономический кризис негативно повлиял на уровень капиталовложений в основные отрасли добычи полезных ископаемых. С каждым годом размер инвестиций сокращается. Проблемы возникают и с инвестиционными обязательствами частных компаний. Аким области призвал пристально следить за исполнением контрактных обязательств. В таких реалиях, по словам Дархана Ермагометова, у руководства области всегда есть вариант замены недобросовестных инвесторов на других. Если расторгают контракт, то у нас есть потенциальные инвесторы с Китайской Народной Республикой. Кроме того, с Японией сейчас переговоры, с Южной Кореей переговоры ведутся. Они дальше готовы и интерес свой проявляют по этим направлениям. По словам чиновников, руководство области прилагает все усилия для более комфортной работы инвесторов в нашем регионе. Так, на прошедшем в сентябре международном инвестиционном форуме было подписано 14 меморандумов на сумму 152 миллиона 400 тысяч долларов. В итоге, в следующем году планируется реализация целого ряда крупных проектов. Это строительство Ледового дворца на 2500 мест, городской станции скорой помощи, транспортно-логистического центра, сельхозпродукции, аквапарка и гостиницы. Антон Пережогин, Сергей Калашников. Программа «Факт». Поездка в автобусе порой становится рискованным делом, так утверждает жительница Ак-Тубе Елизавета Брес. Пару дней назад женщина столкнулась с хамством водителя междугороднего автобуса. О правах пассажиров наш следующий материал. Елизавета Брес, так же как и все члены ее семьи, междугородним общественным транспортом пользуются регулярно. Однако поездки в соседний Оренбург все меньше приносят радости. С понедельника Ак-Тубинк обивает пороги различных инстанций. Сегодня с жалобой на работу водителя междугороднего автобуса женщина пришла к нам в редакцию. Со слов Елизаветы Брес в прошлое воскресенье от автовокзала «Сапар» она отправляла на учебу в Оренбург 18-летнего сына. В нужное время автобус не подъехал к толпящимся пассажирам, а подъехав, стал запускать в салон пассажиров, но выборочно. Конфликт с водителем, ругающимся матом в адрес пассажира, в данном случае это и был сын Елизаветы Викторовны, едва не перерос в драку. Более того, женщина утверждает, что всю дорогу водитель не давал покоя сыну, угрожая расправой. Он несколько раз в течение дороги, видимо, как он садился в автобус, подошел, сказал, потом еще несколько раз. И когда сын начинает, ему там что-то типа, да ну вы сейчас начнете тут это, его поважают все пассажиры, говорят, пожалуйста, пожалуйста, промолчи, пусть он говорит все, что хочет. Давай мы доедем нормальными, живыми. Этот же псих он сейчас угробит. То есть это вот все. Другое дело, что можно было бы тоже попросить там, допустим, всех попутчиков быть свидетелями. Но у нас это никто не любит, поэтому мы никогда не рассчитываем на чью-то помощь сами за все. Елизавета Викторовна жалобой обратилась к руководителю автопассажирского предприятия. На автовокзале Саппар ей пообещали все уладить. Правда, когда именно, женщина не знает. Говорит, что с такой грубостью водителей рейсовых автобусов данного автоперевозчика она сталкивается регулярно. Он мне сказал, что они не могут на него никак воздействовать абсолютным образом, потому что этот водитель не состоит в штате. Что это люди наемные, видимо, со своими автобусами. И поэтому повлиять он на это никак не может. Я говорю, ну вы же видите, вот какое хамское поведение. Ну, это не к нам, это обращайтесь куда-нибудь, пусть вам помогает кто-нибудь. На этот возмутительный случай отреагировать обещали и прокуроры. Жалобу в надзорный орган женщина уже написала. Наша съемочная группа сегодня, в свою очередь, попыталась взять комментарии по данному случаю у руководителя автовокзала Саппар, но их на месте не оказалось. А в телефонном разговоре заместитель директора предприятия-перевозчик Александр Хлюстов сообщил, что о данном факте ему известно. И разбирательство с водителем автобуса якобы продолжается. К сожалению, такие ситуации в общественном транспорте и междугороднего значения нередки. Остается надеяться, что подобные случаи с людьми в нашем городе больше не повторятся. И еще, пассажир всегда может пожаловаться на нарушения и хамство водителя, позвонив в службу прямой связи с предприятием. Их телефоны должны вывешиваться в салоне автобуса. Для ЗАЦа Киева Алексей Уразов, программа «Факт». Бывшие работники одной из компаний по саначистке города жалуются на то, что им уже несколько месяцев не выдают заработную плату. Деньги уборщикам обещали еще в июне и до сих пор не оплатили трудовые. Возмущенные произволом работодателей дворники обращались и в инспекцию по охране труда и городской Акимат. Но пока нигде вразумительного ответа по их словам не услышали. Лилия Малыгина проработала в ТО «Кастор» около семи лет. Занималась санитарной очисткой улиц. Как говорит женщина, все эти годы больших проблем с зарплатой не было. Иногда случались задержки в выплатах, но потом все возмещалось. До нынешнего лета, взяв подряд у компании Ерха Джолдары, ТО недополучила за его выполнение около двух миллионов, что сразу сказалось на зарплате работников. 15 из них расчет так и не сделали. Лилия вместе с остальными 14 работниками уволилась из фирмы еще в августе. Но до сих пор ни копейки из обещанного им не заплатили. Были у него на подряде, он ей перечислял деньги, он ей перечислил 3 миллиона 700. Нас не рассчитали, нас просто она провансировала, все на этом. Мы когда к ней пошли на счет денег, она сказала, у меня денег нету, я отдала налоги. Какие налоги платят, мы не знаем. Потом мы к нему, она с ним договор расторгнула, мы перешли к нему на работу. Но он нам платит, каждый месяц мы зарплату у него получаем, у этой новой организации. А у него до сих пор мы июнецку не получили, августовскую полностью расчетные. Что интересно, теперь обделенные дворники работают как раз в компании Ерхат Жолдары, которая не оплатила за реализованный тендер ТО «Кастор». Как говорят работники, нынешний хозяин предложил директору «Кастор» оплатить долги по заработной плате, но последний отказался. И теперь Лилия Малыгина вместе с сотрудниками получить свои кровно заработанные опять пока не могут. В свою очередь, руководитель фирмы «Кастор» Зинаида Ковалева сама возмущена этой ситуацией. Мало того, что заказчик не заплатил всю сумму, так еще пострадавшим работникам обещает возместить зарплату, хотя в первую очередь должен погасить свой долг перед ТО. А оно, в свою очередь, рассчитается по зарплате. Как она может рассчитаться по зарплате, если, извините меня, они работали на тот момент у меня? Она с ними рассчитается, а я что должна делать? Штрафные санкции, кто будет за меня платить? За счет чего? Налоги, за счет чего я заплачу? Я знаю, если они, понимаете, люди ушли к нему, если бы они работали здесь, у нас, он был бы вынужден нам платить. А так он людей забрал к себе, он и объяснение написал таким у города или области, что я рассчитался по зарплате, сейчас люди работают у меня, я им плачу. Все. А извините, а я что? Миллион девятьсот пятьдесят одна, девятьсот восемьдесят две тысячи, это тоже на дороге не валяется? Как отметила Зинаида Ковалева, сегодня должны начаться досудебные прения. И если директор компании Ерхат Жолдары откажется добровольно вернуть чуть менее двух миллионов тенге, то сторонам придется за них судиться. А дворники смогут получить свои зарплаты только после судебной тяжбы. Антон Пережогин, Сергей Калашников, программа «Факт». Доктора и кандидаты медицинских наук объявляют о бесплатном пятидневном приеме граждан по случаю 25-летия независимости Казахстана. В связи с этим с 10 по 15 ноября в поликлинике Преобластной БЦМП пройдет акция «Дни открытых дверей». Актюбинцев обследуют хирурги, травматологи, гинекологи, неврологи, нейрохирурги, а также специалисты инсультного центра. Желающим попасть на прием необходимо записаться по телефону 56-71-77. Намечается прием сотрудников кафедры профессорами Акатаевым, врачом-хирургом, профессором-неврологом Кабдрахмановым, профессором-нейрохирургом Беречковым, профессором-троматологом Утигеновым, кандидатом медицинских наук врачом-терапевтом высшей категории Смогуловой, врачом-хирургом кандидатом медицинских наук Жумабаем. Кроме того, на приеме будут наши заведующие все отделениями, все врачи высшей категории, хирурги, травматологи, гинекологи, неврологи, нейрохирурги и заведующие отделениями инсультного центра. Это были все новости данному часу. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин